Скакать на неровностях и маневрировать между ямами водителям осталось недолго. Ну, по крайней мере, на улице Гагарина, от улицы Хлебной и до самой Мира. В начале лета мэрия запланировала отремонтировать этот участок дороги. 800 с лишним метров дороги вместо ямочного ремонта пойдут под нож дорожной фрезы. Конечно, надо сделать, потому что в прошлом году подвеску себе маленько здесь поушатал. По планам администрации Абакана подрядчики должны откапиталить асфальтовое покрытие, то есть снять старый и постелить новый, причем сплошняком. А вдоль проезжей части уложить бордюрный камень и привести в порядок парковочные карманы. Авторы проекта подумали и о лужах. Точнее, чтобы они не скапливались. Сделают дождеприемники и водопоглощающие колодцы. Для пешеходов дорожники сделают подходы к остановкам, спилят тополя и обустроят газоны. Причем ремонтировать дорожники будут Гагарина и Замира в сторону улицы Кашурникова. Кстати, потом она станет односторонней. И еще одна улица, которую собирается привести в порядок администрации Абакана, это Советская, в границах от Некрасова и до Володарского. Это почти один километр капитального ремонта. Здесь, как и на Гагарина, в июне заработает техника. Дорожники поменяют асфальт, установят бордюрные камни, отсыпят обочины, сделают дождеприемники. Лежачий полицейский никуда не денется. Его подрядчик должен будет восстановить. Впрочем, Советская и Гагарина – не единственные улицы. Летом дорожники зайдут на Пушкино от зоопарка и до Кольца на Трудовой. Попали ремонтные работы по улице Щетинкино, по улице Дружбы народов, по улице Некрасова. Нам бы хотелось, конечно, включить значительно больше дорог. На резерв, в том случае, если у нас появится экономия, первая резервная дорога, которая будет добавлена, это будет улица Роза-Лексембург, которая тоже находится в крайне неприглядном состоянии, и улица Фабричная. У Абакана на дороге есть 290 миллионов рублей. Большая часть из них федеральная – 200 миллионов. Остальные – республиканские и городской бюджеты. Сумма огромная, и такой масштабный ремонт для Абакана впервые. Ведь город попал в нацпроект по безопасным и качественным дорогам вместе с республикой. Но есть и свои минусы в таком капитальном ремонте. Надеемся мы пройти этот период без пробок. По ряду дорог, например, по улице Итыгина, нам бы хотелось, чтобы работа проводилась в вечернее, в ночное время, когда, потому что улицу Итыгина перекрыть, в принципе, невозможно. Очень сложно перекрыть улицу Щетинкино, которая крайне сложная. Ну и улицу Пушкино, здесь работа будет осуществляться по полосам. То есть две полосы будет осуществляться работа, на двух полосах будет осуществляться дорожное движение. Впрочем, ремонт не на один год. Программа рассчитана на три года. Но в этом, по планам республики, будет отремонтировано 200 километров хакасских дорог. Артем Михалков, Василий Самоделкин. Нота Бене.